КАРАМБА ТВ 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 Здарова! Вот во что приходит в голову, когда вы видите подобные вещи? Ну в смысле, какие у вас ассоциации при виде таких парней? Крутые чуваки! Спортсмены! Пацаны вообще ребята! Может быть даже ЛОХ! ПИДР! На ум приходит все что угодно, но никак не это НИХУЯ ТЫ БАКЛАЖАН БЛЯТЬ! НУ ТЫ В НАТУРЕ КАБАН БЛЯТЬ! НИХУЯ ТЫ БАКЛАЖАН БЛЯТЬ! Это по-гейски он это сказал, но не важно Смысл в том, что он это сказал Почему баклажан? Типа тот чувак, который крутится сказал, что сможет вертеться на турнике, пока не станет фиолетовым как баклажан? Вертеться то он вертелся, но фиолетовым не становился Вот парень за кадром и решил ему навстречу пойти, чтоб тот не мучился НИХУЯ ТЫ БАКЛАЖАН БЛЯТЬ! Поэтому он так по-гейски обиженный звучит НИХУЯ ТЫ БАКЛАЖАН БЛЯТЬ! Сука неблагодарный, если б не это вообще сейчас помер И кстати, почему он его еще кабаном назвал? Обычно кабанами ведь толстых людей называют, а это далеко не кабан Или он это просто так, для рифмы Баклажан и кабан, нормально блять! Или он у себя в голове просто пытается удержать то, что его просили купить по дороге домой И придя в магазин он конечно же скажет НИХУЯ ТЫ БАКЛАЖАН БЛЯТЬ! В общем я думаю в его понимании это просто такое выражение, которое описывает хороших спортсменов НИХУЯ ТЫ БАКЛАЖАН БЛЯТЬ! Короче следующее видео тоже про спортсмена Или про очень хорошего актера вам решать В общем Чтобы все не затягивать Я вам покажу его срезками Самых интересных МОМЕНТОВ ЧАСКnie ТЫ БАКЛАЖАН ЧАСКИ СОКНЕ bin БАКЛАЖАН БОКЛАЖАН ОТПУСИ СОКЬ Мне так нравится его неторопливость Видимо, мужик реально раньше этим занимался Но лишь только два его движения заставили меня поверить То, что он настоящий спортсмен Когда он потер свои руки пылью И когда он подтягивал штаны А может мужик решил создать новый вид спорта? А что? Есть же соревнования по игре на невидимой гитаре Вот он и подумал, что поднимать воображаемую штангу Тоже может стать фишкой Я уже вижу соревнования по этому виду спорта Итак, выступает Борщин Сергей Алексеевич Сегодня он говорит, что будет поднимать штангу с двумя тракторами Пределами к концам грифа А также четырьмя кошками, которые гоняются за мышками В кабине одного из них В каком именно он просил нас догадаться самим Потом что-то пробубнил про то, как он копал яму И залез на дерево, чтобы его не съели волки И выргался мат Итак, он хватается за гриф Видно, как напряжены его мышцы Он делает рвок и поднимает ее И кстати, судя по тому, что его правая рука немного ниже левой Я осмелюсь предположить, что кошки с мышками находятся в тракторе Именно с этой стороны А вообще, я догадался, откуда вся сила и успех этого мужика Все дело в его подтянутой штанине В общем, этому мужику осталось дождаться Настоящего ценителя спортсменов Нихуя ты баклажан, блядь Ребят, не выебывайтесь Нет, я серьезно, даже если тебе крупно фартануло Не стоит этим хвастаться Ведь в итоге в жопе можно оказаться И кстати, о слове фартануло С английского слово фарт переводится как пердель То есть теперь слово фартануть обретает абсолютно новое значение Типа едет текучей народу в машине и тут вдруг Бля, пацаны, я только что так смачно фартанул В общем, вы поняли, к чему я веду Но это уже никак не связано со следующим видео Что, начальник отпустил с работы, потому что ты ему напиздил, что у тебя болит голова? Ну теперь-то оно у тебя точно болит Просто вместо аспирина придется уже в травмпункт идти Вы только посмотрите, как он уверенно и жизнерадостно изображает супермена Ха, меня босс отпустил, а тебя нет, бывай лошара Зато после этого инцидента уборщицы повысили зарплату за такие чистые стекла И посмотрите, как чувак на стуле угарнул с этой темы Знаете, я даже ни капли не считаю его плохим человеком Потому что чуваку нужно было поменьше выебываться И вообще, мало того, что он весь такой заночевый, так он еще и симулянт Смотрите, вот тут он ударился и ведет себя вполне нормально для такого удара Но вот тут он почему-то кривляется так, будто ему глаз прострелили Но я, кажется, понял, в чем прикол всей этой ситуации После инцидента в кадре появляется вот эта блондиночка Парень, видимо, думал, что вот он сейчас ударится в дверь, прикинется шлангом Девушка его увидит, пожалеет и прижмет к себе Но хуй там был? Она тупо подошла проверить, не треснуло ли стекло Холодная сука На ютубе существует множество различных видеоуроков Есть целые каналы в этой категории Но сейчас я бы хотел поговорить об одной очень полезной обучалке Держитесь за яйца и чешите голову Следующее видео называется Как пить абсент Наливаем абсент Рюмочку Оп-оп Рюмочку, оп-оп Я думаю, вы уже поняли, что за обучалка нас ждет Несмотря на всю нелепость того, что будет происходить дальше Я все же хочу сказать вам Если бы все видеоуроки были бы в таком же ключе, как этот Я бы их смотрел с гораздо большим интересом и удовольствием Вы посмотрите, как живо и натурально она себя ведет Теперь сахар Чайную ложечку Вот так вот Обмакиваем в абсент сахар Ой, блин, капает, 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 капает Божем сейчас выбиться Мамочка Сейчас, сейчас я сделаю Че я не смогу сделать Все дело в интернете, а я нет Ну я думаю, в принципе, да Все же делают в интернете Че это у нее не должно получиться Вообще, это очень крутая идея Увидел что-то в интернете и решил сразу же повторить Правда, в 70% случаев Эта попытка повтора чего-то из интернета Может инвалидностью закончиться Самое главное, что она решила снять свои первые старания Как видеоурок Правда, тогда нужно было это видео назвать Видеоурок о том, как не нужно снимать видеоурок о том, как пить абсент Теперь поджигаем Это вообще ужас Поджигаем Боже, зажигалка не работает Одна спичка Одна спичка Она должна быть важной Боже мой Ну что ж за неудачный день-то у нее такой Зажигалка не работает Всего одна спичка осталась А вместо абсента, наверное, вообще тархун Мы вот с вами смеемся над тем, как она говорит О, огонек Огонек Не над тем, что она боится, что сейчас ей все в глаза взорвется А ведь опасения могут быть не напрасны Хоть бы он не взорвался Мне безумно нравится, как от страха у нее начинаются дикие откровения Боже, хоть бы на этот раз у меня получилось Я уже второй раз, третий раз делаю Третий раз делаю Третий должен быть получиться, точно Могли бы троиться Пожалуйста, пожалуйста Ой, боже, я боюсь Как я боюсь огня Как я боюсь огня и машин Ну вот это вообще пиздец, как в тему К чему, блять, она сюда боязнь машин приплела Может на нее так страх действует, что она начинает все свои фобии перечислять Хорошо, что у меня такого нет Ой, боже, как я боюсь огня Как я боюсь огня и женщин с пенисами А вообще, учитывая ее боязнь огня и машин Я бы не советовал ей выглядывать в окно Ну что, сука, тебе пиздец Опа Опа, оба Сколько там, три минуты ваше время? Аааа, у меня какого-то задушилось Ааа Почту все О! А теперь я его хоба пью Блять, она горячая Сука Кто бы что ни говорил, но девчонка очень харизматична Чего стоит ее... А теперь я его хоба пью И про последнюю фразу у меня есть идея Девушка, ваш капучино Блять, она горячая Логично, она его только что подожгла Он должен быть горячим Она бы его еще в холодильник остудить поставила Но вот сейчас будет фраза, которая уж очень странно и двусмысленно звучит И я чуть не сдох, когда ее услышал Сейчас она остынется, подождите Блять, это пиздец какой-то Ой, прилипает, как у того мужика Прилипает, как у того мужика? Фу, блять, ну разве это не противно звучит? Я даже думать не хочу, что там у того мужика прилипает Не, ну понятно, что она имела в виду, что стакан присасывается к руке, как медицинская банка Но зачем надо было выражать эту мысль в такой мерзкой форме? Ой, прилипает, как у того мужика Ну и закончить видео она тоже решила по-королевски Не пейте акцент А вот это правильно! Хоть что-то полезное в своем уроке сказала И теперь я бы хотел предложить еще одну версию для названия этого видео Как пить акцент, чтобы потом никогда не хотелось? Но все-таки под конец она испортила весь посыл видео Ах, не, не понравилось Ну да, вся корчится и понравилось ей, конечно Это все равно, что в мозге обезьяны есть Вроде противно, но зато как изысканно В общем, не выебывайтесь, жрите картошку с молоком А с теми, кто из себя непонятно что строит, мы сами знаем, что случается Вы всю неделю думали, что же показывал вот этот чувак Кто-то даже догадался, но мне понравились вот эти варианты А вот этот вообще норм, по-моему Прям вообще норм А теперь правильный ответ Я показывал Ленина в мавзолее А следующее видео на интерактив нам прислал вот этот чувак Привет, Максим, я вот Серега Угадай, что я показываю? Ваши самые интересные догадки, а также правильный ответ мы покажем в следующем эпизоде Присылайте мне видео ответом на ютюбе или вот на это мыло То, что вы сами хотели бы показать И не забывайте, что каждый четверг на сайте Карамбы Выходят эксклюзивные эпизоды плюс 100 500 А если вы поставите палец вверх и подпишетесь на новые видео К вам домой придет специальный дворецкий И подотрет вам жопу бумажным полотенцем Это был плюс 100 500 Меня зовут Максим Пока Неужели один из его шаров буквально лопнул? Ее нужно отдать из нее и вынесет Неужели вам не жалко, парня? Но вот, что я вам скажу, ребятки Посадка пошла успешно Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok